Это наши проблемы, никого другого это волновать не будет, и мы должны заботиться о том, чтобы у нас язык сохранился, и культура, и традиции, если мы этого хотим. Контент этого человека абсолютно не, с точки зрения ислама, просто неприемлемый, с точки зрения чеченских обычаев, традиций, неприемлемый. Говорить, что это качественный контент, мы за ним наблюдаем, и это круто, вот это, ну это зашквар зашкваров. Ну и раз мы коснулись Кадырова и этой кадыровской братьей, хочу упомянуть еще одного гостя, который приехал на днях к Кадырову. Это тоже тема, тесно связанная с религиозностью Кадыровской братьей. К ним приехал известный инстаграм-блогер Гусейн Гасанов. И министр по национальной политике информации и чего-то там, массовым коммуникациям Ахмед Дудаев записал с ним сториз, селфи-видео. Давайте посмотрим. Всему до меня приехал наш дорогой брат. Всем салам алейкум. Всем салам алейкум. Брат, мы всегда рады тебя видеть. Всегда ждем тебя в гости в Уродном, в Чеченской Республике. Всегда наблюдаем за твоим творчеством, смотрим контент, все, как всегда, на высоком уровне. Нам нравится, и в Республике тебя любят. Спасибо. Скоро прилечу обязательно. Так что приезжаю в Республику, будем только рады, брат. Спасибо. Ахмад, сила. Я заблюрил то, что там в углу показывали. Это как раз тот контент, который производит Гусейн Гасанов. Но даже через блюр вы поняли, что за контент этот человек делает, если кто-то не знаком с его контентом. И вот здесь самое смешное, что этот Ахмед Дудаев говорит, мы следим за контентом, мы подписаны, смотрим. Качественный, говорит, контент. То есть, человек открыто признается, что это все они смотрят, за этим наблюдают. Им это нравится. Контент качественный. То есть, оценка лайков. Очень хороший. Продолжай. В том же духе брат. Говорит ему кадыровский министр. Так вот, кадыровским мулам, наверное, стоило говорить об этом. О таких вещах. Исправлять своих хозяев, чтобы они... Ну, понятно, что они там неблагочестивые люди. И в целом, то, что между ними и Всевышним, это... Ну, ладно, это нас не волнует. Но вот так открыто заявлять и пропагандировать подобное, пропагандировать контент этого человека, абсолютно не... С точки зрения ислама просто неприемлемый. С точки зрения чеченских обычаев, традиций, неприемлемый. Говорить, что это качественный контент, мы за ним наблюдаем, и это круто. Что вот это... Ну, это зашквар зашкваров. Наверное, лучше было бы обращать на такие вещи внимание. Ну, а я, опровергая сказанное этим мулой, скажу, что этот город, это так называемая стабильность, о которой вы говорите, это все построено не теми людьми, которые были подобны сподвижникам. Это все, то, что вы сейчас имеете, построено теми людьми, кто наблюдает за контентом Гусейна Гасанова, ставит ему лайки и считает это качественным контентом. Вот кто это все вам сделал. Не сравнивайте себя с благороднейшими людьми этой умы. Вы же понимаете, что вы близко вообще не стоите. Это настолько разные вещи, как небо и земля. Это настолько отдаленные вещи, как запад от востока. Вы пытаетесь сравнить себя с обитателями рая, хотя вы прекрасно понимаете, что вы являетесь обитателями ада. Вы все являетесь обитателями ада. Если, конечно, Аллах не помилует вас, если вы не измените свои убеждения, не раскаетесь в этом, и не произойдет чего-то очень непредвиденного. Но это вряд ли, конечно, такое произойдет. Поэтому не сравнивайте себя с благороднейшими людьми этой умы. Томсо, ты понимаешь, что отделение Чечни или других регионов от России Россия никогда в жизни не допустит. У Чечни был шанс в 90-е, когда Россия была ослаблена, и больше такого шанса не будет. Ну, откуда ты это знаешь, Мухаммад Мади? Это предсказание или это такой прогноз от тебя аналитический? Иншалла, будет. Я тебе назову очень много империй мировых, которые распались. Так что все еще будет. Главное – это стремиться к этому. Если у тебя есть цель к тому, чтобы быть свободным, иншалла, ты добьешься. Главное, чтобы вы делали все правильно. Мы делали неправильно. Сначала делали правильно, когда получили эту возможность, начали делать неправильно, получили с этого урок. Теперь нужно его извлечь и делать правильно. Не допускать те ошибки, которые были допущены. Иншалла, все будет. Мы 400 лет боремся за свою свободу. А есть пример страны, которая больше боролась. Это Ирландия. 600 с лишним лет она вела борьбу с Великобританией за свою свободу. Сегодня это свободное и независимое государство. Часть Ирландии сегодня находится, ну, Северная Ирландия находится в составе Великобритании. И это та потеря, которую понесла Ирландия за то, чтобы быть свободной. Так что, все возможно. И все, иншалла, будет. В том числе, к сожалению, Ирландия потеряла свой язык и ценности с культурой. Какой толк в независимости тогда, как думаешь, у Кавказа так тоже так же будет? Я не согласен, что Ирландия, как ты говоришь, что-то потеряла. Ирландия ничего не потеряла. У Ирландии и свой язык есть, и свою религию они тоже сохранили. Они католики. И это вообще был корень преткновения между Британией и Ирландией. Потому что Британия была протестантской, Ирландия была католической. И на этом они разжились. Далее, все то, что происходит с Ирландией, теперь это уже их ответственность. Это в их руках. Теперь за это не несет ответственность Британия или кто бы то ни был. Теперь, если они захотят потерять язык или в результате чего-то его потеряют, культуру потеряют, изменится у них что-то. Значит, так захотел их народ. Это их выбор. Не мы должны с вами переживать об этом. Не нас с вами должна волновать ирландская культура, их традиции или их язык. Это прежде всего их проблема. Точно так же и у нас. Это наши проблемы. Никого другого это волновать не будет. И мы должны заботиться о том, чтобы у нас язык сохранился. И культура, и традиции, если мы этого хотим. Субтитры создавал DimaTorzok